Всем привет! Меня зовут Светлана, вы на канале Редактура или Жизнь, и сегодня у нас 21 день книжного адвента. Как говорят бьюти-блогеры, мы на финишной прямой. То есть осталось буквально 4 дня обязательных, и дальше у нас бонусный день. Готовьтесь, в бонусный день я планирую длинное видео, потому что не только почитать, но и подвести какие-то итоги, выводы, ну и вообще бла-бла-бла, то знаете, все эти короткие видео. Это, конечно, хорошо, но поговорить тоже хочется. Но давайте, у нас с вами финальная, у нас с вами финишная прямая. Самые-самые свежие книжки, самые последние новинки, вот они все будут сейчас, включая те, которые я, как говорится, буквально несколько дней как забрала, они появились в продаже. Так что давайте скорее начинать. И 21 сверток у меня сначала вроде закрылся, но потом открылся. В общем, здесь достаточно толстая книга, и, думаю, порадует тех, кто за нее голосовал, тех, кто агитировал, чтобы она была в 25 день. Я думаю, вы порадуетесь, потому что, хотя голосов было недостаточно, чтобы обогнать графа Аверина, тем не менее, они были, ну и эта книжка уже была у меня куплена и запланирована. У нас с вами птицы Владимира Торина. Владимир Торин это писатель, который в первую очередь прославился своей работой в соавторстве «Мистер Вечный канун». Если я правильно помню, то сейчас как раз выходит какое-то новое, лимитированное, подарочное, красивое издание. Я помню, что, в принципе, и первое издание кануна было достаточно симпатичным. И вот в этом году у Владимира вышла новая книга, которая называется «Птицы». И вроде бы, поправьте меня, если я вдруг ошибаюсь, но это диалогия. И у нас с вами только есть первая книга, при этом большого размера, да, в ней 800 страниц. Она очень-очень красиво оформлена. Ну, это Полина Граф, ее стиль очень узнаваем, ее обложки всегда притягивают внимание, да, даже если, допустим, рисунок может быть как-то не близок, все равно это получается очень красиво и оригинально. Мне очень нравится, как сделана прямо именная серия у Полины о Терри Прачте. И о чем же у нас «Птицы»? У нас есть город, где всегда идет снег. Мальчик по имени Финч возвращается домой, обнаруживает, что его дедушка исчез. И Финч пытается найти дедушку, что, в общем, логично, и обнаруживает, что в городе бок о бок с людьми живут странные существа. Ну, давайте начинать читать. Книга большая. Постараемся сегодня сколько-то приличное количество успеть и оценить. Я к вам возвращаюсь на 14-й странице. Должна сказать, что книжка очень красиво оформлена и внутри. И посмотрите, вот такие оформления в начале каждой главы. Плюс у нас между сценами перышки. Вот здесь вот перышко между сценами. И как раз я побывала с мальчиком по имени Финч на уроке. И Финч, собственно, пошел из школы домой. То есть он еще не обнаружил, что у него пропал дедушка. Мы в процессе. И в школе мы обнаруживаем, что Финч не на хорошем счету. По крайней мере, у той учительницы, которую нам показывают. Нам показывают только один урок. Даже не урок. Это такая продаленка наказания. То есть для тех, кто плохо себя вел. И Финч, он плохо себя ведет в том, что он постоянно отвлекается. И он и про это знает, да. Дедушка там предлагает ему какие-то ободрительные объяснения, что это просто потому, что у него живая фантазия. Ну, то есть поддерживает его как-то. Но понятно, что учительница его за это ругает. Мне очень понравилось, что урок использует Торин. Нет, Владимир. Можно я буду говорить Владимир? Потому что Торин это дубащит. Ничего не могу с тобой поделаться. Ну, то есть для меня очень странно звучит, когда я говорю, что Торин что-то использует или Торин что-то делает. Сразу мысли, а где Фили, Кили, да, и вся остальная компания. Не знаю, это фамилия автора или это псевдоним. Всегда не в любом случае у меня... Я... Как это? Я старый не знаю слов любви, да. У меня слишком давно стойкие ассоциации. Но! Итак, мне очень понравилось, как Владимир использует... Использует урок для того, чтобы нас вести мир. Потому что, судя по всему, это действительно некий город. То есть у нас видимость, стимпанк, фэнтези. У нас некий вымышленный город, в котором действительно всегда идет снег. И снег это основа городской экономики. То есть у нас учительница, миссис Оул, если не ошибаюсь. Она на уроке математики, я полагаю. Она рассказывает про меры исчисления. У нас есть десятичная мера снега. И она основана на том, сколько снега забирает один ковш. И это очень здорово, когда вот такие моменты, они базируются на мире. То есть когда сеттинг, он даже играет на уроке. То есть у нас не просто там метр, сантиметр, килограмм, грамм. Есть меры, которые именно завязаны, да, не на линейке, да, не на том, что хранится в палате меры весов, не на той гирке, которая где-то лежит. А оно завязано на сеттинге, на том мире, в котором существуют герои книжки. А конкретно в этом мире всегда идет снег. Поэтому разумеется, что меры объема, я полагаю, они завязаны на объеме снега. Очевидно. Финчи, он действительно отвлекается, но здесь он отвлекся на очень, ну, меня пока удивившую вещь, надеюсь, нам автор дальше это объяснит. Он сидит и ненавидит девочку. Девочку, которую зовут Арабелла, она отличница, она, понятно, там сидит, он сидит где-то сзади, она сидит где-то ближе к учительнице, да, это вот из тех девочек, которые тянут руку. Ну, в общем, местная Гермиона. И я не очень, ну, и нам автор не рассказал, а за что. То есть сложилось, складывается ощущение, что ненавидит ее просто за то, что она отличница. Но я вам, как бывшая отличница, вот та самая, да, заучка с первой парты, я вам могу сказать, что мальчики, особенно там, да, троечники, ну, в общем, мальчики-одноклассники, не тратят время, эмоции на ненависть отличниц. Прям вот на сильную эмоцию в сторону заучки с первой парты, да. Заучка с первой парты нужна, чтобы у нее можно было списать домашку. К ней можно испытывать, там, да, максимальное презрение. Ну, вспомните, кто в Хогварте, да, активно ненавидел Гермиону? Только тот, у кого были другие причины, ну, не только ее суперуспеваемость. Да, Драк Малфой, например. Потому что у них были стычки, потому что она была его морально сильнее и взрослее всегда, ну, и так далее. А просто все остальные студенты не сидели на уроке, да, представьте себе, что сидел какой-нибудь, да, там, еле успевающий и сидел бы прям, сверлил бы Гермиону, ненавидя ее. Ну, так, зачем? Вот презрение и равнодушие – это обычное отношение к тем, кто слишком много времени тратит на поглощение знаний и мало обращает внимания на других. Поэтому пока абсолютно непонятно, почему Финч сидел и прям активно отвлекался, чтобы ненавидеть. То есть он здесь же как? Он сидит и прямо, он сидит и прямо шепчет. Мерзкая-примерзкая, гадкая-прегадкая, сопливая-присопливая. Ну, в общем, здесь пока автор нам не объяснил, за что же эта Арабелла так его не взлюбила, за что она вызвала у него такие эмоции. Ну, а мы идем с Финчем домой, потому что, очевидно, нам предстоит обнаружить пропажу дедушки, я думаю, так. Я забыла, во-первых, вам сказать про первую сцену, что Финч в школе – это очень-очень было похоже на Гарри Поттера у Дурслей. Ну, прям вот отношения, да, миссис Соул, я так понимаю, не только ее других учителей. Они прямо называют его в глаза недалеким ребенком, типа тупеньким. Очень-очень, как бы, схожие вайбы, то есть, да, Гарри Поттер уехал в школу, где ему было хорошо, от приемной семьи, в которой ему было плохо. А у нас, судя по всему, Финч из дома, где живет любящий его дедушка, ходит в школу, в которой к нему, в которой с ним и так обращаются. Ну, неважно, я на странице 31, и Финч у нас успел проехаться на трамвае до своего района. И в трамвае к нему подсел мерзкий типа по имени Мистер Кэтли. Во-первых, да, у нас стимпанк, причем именно стимпанк, стимпанковская фэнтези, по крайней мере, очень хорошие вайбы, да, не только в том, что у нас здесь трамваи, да, какие-то механизмы, вот ковши есть, которыми загребают снег. То есть, достаточно высокая степень развития технологий. Но здесь еще и уже прям даже вот на 30 страницах автор, в принципе, сумел нам показать, что есть вот это расслоение в обществе, да, есть беднейшая прослойка, которая не получает никаких, до нее не доходят все эти выгоды, которые город, наверное, имеет с этого количества снега. Они все оседают в карманах каких-то богачей, их здесь даже где-то поминают и объявляют подупреждение о снежной буре, это, ну, страшное явление, да, которое происходит с некоторой регулярностью, выходить на улицу не надо. Ну, то есть, весь город мумифицируется в это время, да, потом буря заканчивается, и там выезжают чистильщики снега, собиральщики снега, собирают этот снег, и он отправляется куда-то там, и с этого получаются деньги, которые оседают в карманах у богачей. И люди, слыша объявление об этой буре, да, они думают о том, что вот какая удача вот для этих толстосумов. Это вот, это к тому, что, да, как стимпанк, это вот это, когда вы слышите там стимпанк, атомпанк, еще что-нибудь, да, никогда не забывайте про вот эту вторую часть, которая панк, потому что это не только антураж, да, антураж, время действия, это у нас первая часть. Да, стимпанк, стим, значит, паровые технологии, а здесь у нас ездят трамваи, которые ездят не на лошадиные тяги, так что у нас здесь, возможно, уже электричество есть, может быть, это уже и больше, чем стимпанк. Но всегда есть неравенство очень сильное, вот эта часть, которая панк, она означает, что в обществе очень велика пропасть между узкой прослойкой власти мущих, у которых максимально блага и деньги, да, и огромным низом, да, в которой люди выживают. Это была маленькая лекция на тему поджанров в фэнтези и фантастики, я пошла читать дальше, мне пока очень нравится, очень хорошо написано, прекрасный слог, и вроде бы у нас такое неторопливое начало, но это и введение в мир, это и раскрытие характера мальчика Финча. Да, мистер Кэтли, не сказала, значит, я с ним ехал в трамвай, мерзкий тип по имени мистер Кэтли, который объяснял ему природу лжи. Он ему, точнее, он ему пытался сказать, что сама по себе ложь, это, в общем-то, неплохо и даже хорошо. Главное, надо там правильно ее применять, и он спрашивал, почему ты думаешь там, что ложь это плохо, и в итоге проявил как бы Финча к тому, что надо, главное, не попадаться, да, то есть ложь плохо, потому что если тебя на ней поймают, то тебя как бы, тебе там в тюрьму посадят, или побьют, или еще что-нибудь, или кто-то обидится. То есть главное не попадаться, а не не лгать. Ну, в общем, тут такие, софистика, которой, в общем, легко запутать мозги ребенку. И вот мистер Кэтли с ним едет в трамвае, и немножко его так завлекает в эту свою секту лгунов. Ну, и Финч радуется, когда, наконец, мистер Кэтли делает ручкой и сходит у себя в районе с трамвая. Я вернулась на страницу 39. Мне очень нравится, продолжает нравиться, как автор встраивает снег в город, да, то есть вот он сказал, что город, в котором идет снег, и как это отражается на жизни. То есть у нас здесь Финч пришел к себе домой, в доме у него есть консьержка и лифтер. И консьержка следит за тем, чтобы все сначала почистили ботинки. То есть никто не заходит в ботинках с налипшим снегом в дом. И для этого у них есть тепловые решетки, на которых нужно там постоять, потоптаться, да, чтобы снег стоял. И консьержка-то грозит пальцем, что я вижу снег на вашем ботинке. Замечательно, просто замечательно, плюс сто пятьсот к атмосфере, к достоверности, очень нравится. И мы обнаруживаем, ну, опять же, это не причина. То есть пока мы просто снова возвращаемся к девочке по имени Арабелла, и оказывается, что Арабелла живет с Финчем в одном доме. Они соседи, и из этого, правда, вообще снова не следует, за что Финч ее ненавидит именно, вот прям ненавидит. Это остается вопросом, потому что он просто вот видит девочку, она ничего ему не сделала, кроме того, что она его соседка и отличница. И он берет снежок, она несет продукты в руках, он попадает ей снежком прямо в лицо, все продукты рассыпаются по, ну, вот в снегу, да. Ну, такое себе, да, мы, конечно, можем сделать скидку на то, что Финч еще не очень взрослый мальчик, но поведение, как бы, совершенно необоснованное поведение пока что по отношению к этой девочке. Как следует, вытерев ноги, да, под пристальным взглядом консьержки, он отправляется к себе в квартиру, ну, и сейчас. Вот сейчас уже, я думаю, что мы обнаружим пропажу деда, потому что деваться нам некуда, мы уже в доме. Я на странице 54, у нас за окном нынче хтонь, наступила оттепель в Питере, то есть все максимально темно, все максимально мрачно и молотит дождь. Так что в ближайшие дни будет полнейший АСМР на заднем плане, и я никуда не могу даже откатиться от окна, потому что иначе освещение вообще уйдет в астрал. Ну, но пока мне все продолжает нравиться, я уже на второй главе, по-прежнему очень-очень красивые, красивые главы, 54 страница, значит, у нас, да, действительно, Финч приходит домой и обнаруживает, что дедушки нет. И очень, опять же, хорошо нам объяснено, что это ненормально абсолютно, то есть, да, одежда дедушкина на вешалке, дедушка приверженец строгих, строгого расписания, да, например, когда Финч приходит из школы, всегда должен быть обед, ну, то есть это прям закон жизни. А тут как бы обеда нет. Хуже того, Финч обнаруживает, что единственный шкаф в доме, в дедушкиной спальне, в который ему нельзя было заглядывать никогда, он открыт. И там еще и шаром покатит, то есть оттуда явно что-то достали. И самая, ну, кстати, замечательная деталь, да, на подоконнике снаружи, да, на заснеженном подоконнике снаружи след ноги. И вот, ну, я как бы искренне мальчику посочувствовала, конечно, потому что он в ужасе, конечно, смотрит вниз. В ожидании, что сейчас там внизу, знаете, в сугробе будет этот отпечаток, как в мультиках, да, отпечаток формы тела человека, и что дедушка шагнул как бы в никуда. Но там ничего нет. Финч проверяет соседа. Сосед по имени мистер Франки, очень подозрительный, которому обязательно нужно назвать пароль, прежде чем попасть в его квартиру, с которым дедушка иногда играл. И он думает, что дедушка у мистера Франки, обнаруживает, что нет, дедушка к мистеру Франки не заходил, и, конечно, Финч в полнейшей растерянности. Он разговаривает с консьержкой, и здесь мы узнаем, что, в общем, для него существует определенная опасность, потому что у него нет родителей, да, он сирота. Родители его погибли в снеж... ну, ушли в снежную бурю, не вернулись. Это частое явление в городе, то есть это регулярно после каждой бури кто-нибудь не возвращается. И дедушка ему говорит, что я, наверное, должна позвонить там в опекунскую службу, если твой дедушка пропал, и Финч ее как бы забалтывает, что нет, нет, вот, дедушка нашелся. Но мы понимаем, что у него ставки-то очень высоки, потому что дедушка должен найтись, да. Даже если мы бы не брали в расчет то, что Финч любит дедушку, дедушка любит Финч, то есть это его единственный близкий человек, единственный его родственник. Даже с точки зрения закона, Финч придется очень-очень не сладко, если дедушка не найдется. Я пошла, пожалуй, почитаю еще. Все, пока что все очень-очень классно, мне такой темп вполне нравится, да, мы вот на сороковой с чем-то странице мы потеряли дедушку. И, в принципе, отлично, все, мы уже двигаемся по сюжету, Финч уже в панике, да, он уже сейчас будет искать, вот он спросил консьержку, не видела ли она деда. И сейчас он будет, видимо, искать какие-то варианты, что делать-то, да, куда бежать. Дедушка был, судя по всему, затворником, особо на улицу вообще не выходил, знакомых друзей там не было, кроме этого мистера Франки. И, в общем, Финч в полнейшей растерянности, сейчас он, наверное, будет придумывать какой-то план. Так, я дочитала до конца второй главы, очень красивое название у третьей главы «Бульвар. Разбитое сердце». И я здесь решила остановиться, хочу, во-первых, сказать, как мне нравится, я у нескольких книжек видела это в нашем сегодняшнем адвенте, как мне нравятся вот эти вот вставленные иллюстрации в книгу. И вот, только не думайте, что я что-то кощунственное говорю, это настолько круче открыток, которые там, да, идут в подарок, за предзаказ, за отзыв, в боксе. Настолько классно, вот буквально несколько вставленных цветных иллюстраций. Здесь их, ну, немного, да, это же удорожает печать, делает книгу дороже в производстве, сложнее, это всё понятно. Но это прям к атмосфере идеально. Даже если это чёрно-белые рисунки, да, здесь цветные, красивые, Полин и Граф, но даже если это чёрно-белые рисунки, по-моему, это было у Кристины Т. Второе, я вот сейчас уже начинаю, да, книг было слишком много, я начинаю путаться, но мне кажется, у Кристины были чёрно-белые рисунки внутри книги. Тоже очень здорово. Вот, на мой вкус, это намного лучше, чем открытка, которую ты просто не знаешь, что делать. Если вот среди вас есть любители, да, открыток по книжкам от писателей, расскажите, что вы с ними делаете. Вопрос просто на миллион для меня, я мучаюсь уже очень давно. Я пытаюсь понять, что люди с ними делают. Ну, если у вас это не одна открытка, да, по самой любимой книге вовеки, а если вам правда нравится, если вы их собираете, там, подписываете у авторов, может быть, участвуете ради них, да, в каких-то розыгрышах, расскажите, что вы с ними делаете. Но, итак, помимо того, что у нас здесь красивые иллюстрации, что случилось с Финчем? Финч спускается вниз, потому что во дворе его дома находится старый дирижабль. Старый дирижабль, в котором живёт мистер Хэм. И мистер Хэм вместе с хозяином дома, владельцем дома, в котором живёт Финч, да, мистером Боргеном, они вместе воевали. То есть было, какое-то время назад была некая война, без уточнений. И мистера Боргена вроде как уже 10 лет никто не видел. И вот тут был очень интересный момент, у мистера Хэма была, и он как бы сказал, что вот мистер Хэм будет жить, его дирижабль будет стоять в центре дома, да, ну, во дворе дома, да, никто не смеет его выселить, консервшку это страшно бесит, но мистер Хэм продолжает жить в своём дирижабле. И была очень милая оговорочка у мистера Хэма, он произнёс, ну, сказал, что Борген о нём в прошедшем времени. И Финч его сразу уточняет, он, типа, всё, да, он не вернётся. Ну, и мистер Хэм сворачивает тему, то есть тут вот интересно, куда делся мистер Борген. И Финч спрашивает у Хэма, да, может быть, он видел дедушку, как-то с ним всё вот это обсуждает. Может быть, он видел, что кто-то подлетел к окну, да, ему же не даёт покоя этот след на подоконнике. И Хэма ему рассказывает, что приходил некий человек в чёрном. Я забыла сказать, но некого человека в чёрном Финч видел и из окна школы, когда сидел, но вот к дедушке приходил некий человек в чёрном, они очень яростно спорили, ну, не по-доброму. И Хэм особо не слышал, о чём они спорили, но вроде как вот о грядущей снежной буре. И здесь я думала, что сейчас Финч, он... Да, он снова встречает Арабеллу, он даже... Она плачет, он думает, ну, наверное, её заругали за продукты и даже хочет извиниться. Но у них не получается нормальный разговор, они снова рассказывают, как ненавидят друг друга. В итоге Финча забирает мадам Клара. Но вот этот момент, он мне, с одной стороны, очень понятен, с другой, это был неожиданный, по-моему, для сюжета. То есть я думала, что сейчас Финч будет что-то предпринимать. И он действительно планирует, у него был какой-то совершенно безумный план, который явно не должен был сработать. Он хотел каким-то образом заглянуть в журнал консьержки, где она записывает, причём сама для себя записывает, кто приходит и когда приходит. Ну, следит за жильцами просто. А тут появляется мадам Клара, которая работает няней с детьми. Она очень строгая и красивая женщина. И Финч ее очень боится, вот на состоянии, знаете, там, замерзшего суслика. И она его видит на лестничной площадке и забирает его с собой. Такая, пойдём, ты мне нужен. И он ей ничего не говорил про деда. И с одной стороны, это мы двигаемся дальше по сюжету, с другой стороны, мы вроде как двигаемся куда-то вбок, потому что явно мадам Клара не позвала его, чтобы дедушку искать. Ну, на этом месте, да, для меня остался вопрос, то есть, а куда мы... Это хороший крючок в конце, потому что я теперь вот такая, как бы, сижу такая, а куда эта мадама его поведёт, да, потому что там же дедушку искать очень сильно нужно. Вот. В целом, в целом очень хорошо. Давайте я подержу красивую книжку. В целом пока очень хорошо, интересно. Да, маленький вот этот вот вопросик насчёт отношения Финча-Карабелли. Всё-таки как-то он к ней не очень. Но во всём остальном понятно. И мальчик, да, из небогатой семьи, сирота, пропадает его единственный родственник. Он, конечно, в ужасе. И понятно, что ему нужно что-то делать, иначе, да, его ждёт опять приют. И понятно, что есть какие-то тайны. И вот этот вот «Человек в чёрном», про которого мы уже второй раз слышим. Возможно, да, есть какие-то вещи в прошлом, связанные с мистером Хэмом и мистером Боргеном, и вот этой войной, в которой они участвовали. Ну, то есть много. Хорошее количество загадок, хороший, для меня лично абсолютно комфортный темп повествования. Нравится, как создаёт автор атмосферу. Прям не перебарщивает с инфодампингом, да. Мы же всё-таки в голове мальчика, школьника. Он не может читать лекции о мироустройстве, да, вот вы знаете. Нет, он этого не делает. Очень хорошо поданы детали. Очень здорово вот этот вот основополагающий момент, да, снег, постоянно идущий снег. Очень здорово он встроен в жизнь жителей этого города. Так что книгу обязательно буду дочитывать. Я, наверное, в узкий список её не заношу, потому что она большая. Она большая, дадим дорогу книжечкам поменьше. Здесь я, ну, как бы я полностью мы закрыли с вами аннотацию, да, к себе с девятой страницы. Дедушка пропал, надо искать. И Финч выходит, да, из дома вместе с мадам Кларой. Не знаю, когда он теперь туда вернётся. В принципе, подходящий момент, чтобы остановиться и потом без спешки продолжить книгу и уже её дочитывать. Может быть, заодно появятся новости о продолжении, если это действительно диалогия, как я всё правильно поняла. Делитесь вашими впечатлениями. Мне пока очень понравилось и по слогу, и по настроению. Надеюсь, что так будет и дальше. Ну, а мы с вами увидимся уже завтра, в 22-м дне нашего книжного адвента. Финал всё ближе, абсолютно невероятно. Спасибо вам, как всегда, за комментарии, за просмотры и за отклик. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok